В 2020 году Горьковский автозавод начал выпуск электрической газели ИНН. С того момента газовцы продали лишь около 50 таких машин. Спрос ограничивают неразвитость зарядной инфраструктуры и высокая стоимость электричек. Впрочем, для Москвы, которая мечтает оставаться законодателем транспортных мод, дороговизна аккумуляторной техники давно отошла на второй план, а сеть зарядок регулярно прирастает новыми терминалами. Поэтому Мосгортранс выдал нижегородцам техническое задание на разработку батарейного автобуса малого класса. За основу газовцы взяли полунизкопольную «Газель Сити», в которую внедрили электрическую начинку от упомянутой «Газели ИНН». «Необходимо отметить, что данный автобус сделан с применением компонентов от действующих автомобилей «Газель». Это задний мост, передняя подвеска. То есть все эти компоненты широко известные, надежные, доступные. Ну и в целом это делает стоимость этого автобуса доступной для клиентов». Блок батарей пришлось разделить. Одна часть размещена справа от водителя вместо пассажирского сиденья, а вторая — в заднем свесе. Суммарная ёмкость 400-вольтовых никель-марганец-кобальтовых блоков — 81 кВт-ч. Аккумулятор, подвешенный под днищем, защищён жёстким корпусом с остальными стенками толщиной 2-3 мм. Как уверяют инженеры, этого вполне достаточно, чтобы защитить батарею от серьёзной деформации при ударе сзади. Выдавая задания, столичные чиновники попросили обеспечить пробег под нагрузкой более 150 км. При этом заряжать машины будут редко — в основном на конечных остановках. Электрическая «Газель» достигла этих показателей. Аккумулятор собрал неназванный российский партнёр. Но ячейки имеют заграничное происхождение. Логичнее всего предположить, что базовые компоненты пришли из Кореи или Китая. Однозначно есть перспектива перехода на отечественные батареи. Мы над ней работаем. И мы вообще в стратегии нашей компании — это максимальное применение российских комплектующих. Мы — максимально российский автомобиль. Интересно, что автобус оснащён газовым обогревателем, работающим на металле. А для хранения газа установлен 40-литровый баллон. По расчётам этого объёма должно хватать на 16 часов постоянной работы печки. В Нижнем Новгороде провели предварительные заводские испытания. Но впереди разработку ждёт опытная эксплуатация на московских линиях. И в случае успеха Мосгортранс закупит целую партию таких автобусов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова